Приветствую всех, кто проявил интерес к работе с кистями. И в этой серии видео мы разберем несколько способов, как можно разрабатывать кисти, запястья, используя язык классического индийского танца, изображая природные элементы. Первый элемент, с которого мы начнем работу запястьями и кистями, это вода. И один из способов, как мы можем показать поток воды, это движение обеими руками, расходящиеся потоки, которые начинаются от центра и расходятся в стороны. И для того, чтобы было понятно, как сделать это движение, мы разложим его на составные элементы. Одна часть движения, исходная, это работа запястья, и потом прокатываем волну по кисти. И для того, чтобы движение это получалось красивое и было понятно, что это действительно поток воды, начинаем разрабатывать и постепенно как бы раскачивать область запястья. Все больше внимания на то, какое ощущение в запястьях при движении. Сначала маленькая амплитуда, и потом постепенно можно амплитуду увеличить. Для удобства можно представить, что вот этим верхним точкам привязаны ниточки, и сначала за ниточки подтягивают запястье вверх, а потом натяжение ослабевает, и запястья опускаются вниз. То есть первое упражнение, которое полезно сделать, это именно упражнение на запястье, и если есть какие-то напряжения или эта область не разработана, то, уделяя даже небольшое время работе с этой зоной, можно улучшить пластичность и почувствовать, что эта область становится более подвижной. И вторая составляющая движения – это волна, которую от основания ладони и докатываем до кончиков пальцев. То есть если попробовать показать это в проекции в боку, то это вот такое движение. И стараемся сделать это упражнение, пока не затрагивая зону запястья, докатить до кончиков пальцев. Сначала можно делать маленькую амплитуду и отслеживать, что происходит в кисти, если какие-то участки, где волна застревает, не проходит. Ну и со временем амплитуду увеличиваем. И стараемся во всех этих движениях, можно поначалу пальчики будут расходиться, но держать кисть сгруппированной – это еще один фокус внимания. Красивым смотрится движение, когда кисть как единое целое. И теперь объединяем движение в запястье, движение в кисти. И запястье как бы инициирует, задает волну, которую докатываем до кончиков пальцев. И сначала добиваемся плавности движения, зафиксировав запястье в двух точках. То есть мы пока не перемещаем в пространстве. И теперь берем горизонтальную плоскость. Представляем, что это поверхность озера или реки. и начинаем от центра, и вода растекается к периферии. Сначала делаем движение, фиксируем в точках, а потом непрерывно и добавляем взгляд. Следим за одной из рук. И добавляем эмоцию. Такой может быть работа запястьями и кистями, когда мы имитируем поток воды. Второй способ – это когда поток воды, например, стекает с вершины горы. И тогда мы берем верхнюю точку и постепенно доводим его вниз до равнины. Поток стекает с горы и течет дальше. Суть движения такая же, но нам нужно будет разместить руку и понимать, что траектория движения руки – это диагональ. И если берем верхнюю точку ближе к голове, то от себя чем ниже, тем дальше. И движение, которое мы делали в горизонтальной плоскости, нам нужно развернуть, и оно будет немножко иначе ощущаться. Для этого полезно сделать это же самое упражнение, также разбив его на движение запястьями. И отследите, насколько по-другому ощущается это движение. И волна от основания ладони до кончиков пальцев. И также можно организовать работу, как и в начале, постепенно уделяя внимание одной части руки, потом больше прорабатывая другую, потом объединяем оба этих движения в одно. И можно прорабатывать сначала, не перемещая в пространстве, просто зафиксировав положение в двух точках. И дальше берем это движение и постепенно спускаем вниз. Такой может быть работа с водой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова